всем привет лакомания продолжается и сегодня мы будем говорить о всех моих лаках фирмы орли ну конечно начнем как всегда сначала это база кальциум шилд nail builder for weak peeling nails значит строитель для ногтей для слабых и отслабивающих ногтей у меня там осталось буквально чуть-чуть что могу вам сказать про этот про эту базу ничего нормально я вам хочу сказать она немножечко как бы такая резиновая что вот такая необычная кисточка ничего такого обычного необычного вот она в темном флаконе видимо чтобы не засыхала а вот нормальная такая база но я ее до конца так и не использовала так как начал покупать себе другие еще базы значит здесь всего 15 миллилитров вот такая вот миленькая база сделана в америке made in usa резиновая такая крышечка очень удобненько вот такой ты и проворачивать это значит база теперь в начнем цвета по порядку вот такая вот в этом лаке уже серенькая крышечка миленькая вот такой вот в этой баночке уже 18 миллилитров номер называется черри бомб и номер 40 503 ну и как всегда так как я не получал отзывы я буду делать на руке на изоленте так как мне кажется что это милее всего как бы и она ближе всего к вашему ногтю так как цвет кожи цвет ногтей понятное дело очень близок не то же самое как на бумаге или отсвечивает вот мы попробуем вот такой вот красивый лак черри бомб вишневая черешневая бомба вот она имеет вот такой вот красивый перелив выглядит так богато эти все лаки держатся замечательная даже сверху их ничем не пока не покрываю вот он еще раз вот написанная лак имел полы шанел лак где он сделан у нас сейчас мы глянем то же самое имеет и не с и значит вот такой вот лак еще раз напоминает черри бомб 40 503 номер два вот такой вот мой очень красивый богатый цвет давайте посмотрим какой у него номер 40 751 sweet peacock сладкий павлин очень красивый лак оба очень богатые видите как хорошо закрывается баночки вот такая вот миленькая кисточка очень удобно и пользоваться смотрите сразу в один слой и уже как блестить давайте сделаем чуть-чуть поплотнее в этом ни в одном ни в другом лаки ногтя вы не видите то есть он полностью им покрывает вот так вот он выглядит его можно взять один ногти кора говорится акцента захотите можем все ногти накрасить зависимости от наряда от праздника следующий лак вот такого от вида в принципе кажется что он похож до на черри бомб но видите он отличается этот более такой не знаю медный что ли это более розоватый этот более медный давайте посмотрим как он называется номер 40 768 flicker и давайте посмотрим как он выглядит вот этот лак flicker смыву вот сюда ухты вот такой вот он искал он что он более видите какая разница более медный обсказал вот во второй слой рыжевато-медный он такой красивый рыжевато-медный ведь это более розовенький а это более уже такой теплее темнее красиво следующий лак вот такая вот у нас идет номер 40 753 full play full play сейчас мы посмотрим этот лак я не делала на все ногти это им только делала акцент на один ноготок вот так вот он увеличил секундочку подкрасим вот так вот в один слой ведь у него есть мелко-мелко вот такая вот стружка блеска разных цветов ну-ка давайте закрасим его так чтобы не было видно вот так он темный темность сиреневый такой вот с таким вот блеском отлива видите там если красненькие и синенькие и золотистые такие вот точечки полосочки что ли он не шершавит иском его наносится он гладенький наносится он не шершавит то есть он не за какую одежду не задевает вот еще раз глянем вот это лак сколько он стоил в магазине когда-то около 40 шекелей это где-то чуть меньше десяти долларов но я покупаю на морском привозе и они мне вышли где-то семь с половиной шекеля что это приблизительно около двух долларов вместо десяти около двух вот следующий номер лак вот такой вот вишневый бордовый очень красивый лак верочка моя зацепилась номер 40 162 мулит мэднес лунный лунное сумасшествие действительно прекрасный лак его мне очень нравится вот такого темно-вишневый бордовый такой вот тоже очень красивый богатый очень симпатично подходит под ноги и наряды и также можно и на каждый день ссылка кому нравится и тоже вот у него есть такой отлив немножечко вот такой вот немножко отлив вот так как выглядят все предыдущие пока что и переходим к следующему ну и тут уже идет золотистая крышечка потому что это для french маникюр для французского маникюра номера у него как я вижу нету просто для марш для французского маникюра тоже им пробовала все лаки которые здесь если это все испробовала но он идет вы представляете себе просто как просто так такой вот чуть-чуть молочно сметанный офф вайт я знаю как кому нравится цвет как обычный французский маникюр для тех кто хочет сверху тоже очень неплохо все держится так вот он выглядит вот он еще раз для французского маникюра и следующий лак это он был первый из всех которого здесь видите номер 40 743 royal velvet velvet вельвет я уже перехожу на второй этаж как увидите мои изоленты вот что с этим лаком он переливается то есть он не совсем сиреневый не совсем синий он такой вот когда меняется свет как бы до меняется и лак смотрите сиреневато синеватый вот так вот еще как это как бы бирюзоватость там идет я знаю как вот такой вот немножко с отливом очень красивый тоже лак это для тех кто любит темные цвета следующий лак у нас идет вот такой вот милый вы можете сказать что он чем-то похож с этим чем-то похож с этим но тем не менее это совсем другой то более такой рыжевато персиковый я обожаю вот такие цвета ой как мелко тут написано номер 40 500 40 658 orange сорбет оранжевый щербет то есть это мороженое без не молочное мороженое вот этот что значит шербет вот такой вот он он через него конечно видно ноготь он не очень плотный вот но я его обожаю вообще обожаю все персиковые лаки все что связано с персиковым или с туркиз это все мое вот такая вот красота персиковые лаки обожаю а вот вот он еще раз очень милый и следующий лак вот такой вот уже идет черная крышечка как видите да видимо каждый раз они меняли что там номер 40 647 над соуда стираус не такая пыльная роза тоже очень милый лак как вы видите все крышечки очень хорошо закрывается поэтому мало практически они не подсыхает я даже не по мне один из лаков не разбавляла вот такой вот нежный и через и тоже видно в этом лаке чуть-чуть можно видеть свой ноготь под этим лаком но он очень симпатичный нежный если вы хотите что-то более нежное или вы не хотите что-то яркое прекрасно вот этот вот лак очень хорошо гармонирует с этим то есть их можно совмещать вот еще раз я покажу вот этот вот нежного так он сиреневатый очень приятный цвет пастельный а этот лак номер 40 650 вангард фиолет вангардовый фиолетовый лак очень хорошо они идут вместе и можно их чередовать с один ногтик такой или два таких один такой или на более светлом сделать более темный узор как вам нравится вот такой вот он он уже более такой блескучий подниму свой ноготь не видно вот такая вот красота ведь он очень жидковатый вот но он наносится шикарно вот он еще раз не умеет какой-то такой легкий легкий светлый шиммер и последний лак с фирмы орли опять серенькая крышечка номер 40 629 банга бит или бонгу бит что они в этом имели ввиду без понятия вот такой там милого немножечко светловатый ведь он как бы переливающийся вот но это совсем уже если людям нравится или французские маникюрым хорошо подкрашивать или если вы хотите совсем что просто было что-то на ногтях но не очень ярко не очень светло вот ведь у него такой красивый перелив как будто бы ногти не накрашена тем не менее идет вот такой вот красивенький перелив очень многим нравятся такие цвета я тоже крашу и соответственно под настроение вот эти все цвета орли фирмы орли которые у меня были посмотрите некими красивые все переливающиеся меня нету ни одного матового кроме французский маникюр но он тоже не совсем матовым глянцевый но без блеска и вот этот вот серенький вот этот вот тоже немножечко на этом все всем привет до новых встреч